Симанта Двипа Мы вернулись на остров Симанта Двипа Вы видите, в Далии возвышается Йога Питх То есть, когда мы дойдем до Йога Питхи, это будет завершением Парикрамы Это место, которое раньше было чудесным и сейчас оно в процессе разрушительного какого-то Сейчас это место известно как Бруи Данга Но раньше это место было известно как Барадвадж Тила Слева от нас расположена деревня Ганга Нагар Когда Багират Махарадж указывал путь Ганги через Новодвипу И когда он отъехал в ту сторону, он понял, что Ганга не течет следом за ним И он потом нашел ее тут Она сказала, я спасу твоих предков Подай мне тут погостить в Новодвипдаме до Гора Пурнимы И эта деревня называется Ганга Нагар в честь этого события Потому что Ганга Деви решила задержаться тут, чтобы послужить Чайтане Махапраку Это Тила, холм великого мудреца Барадваджа Он один из семи риши, сапта-риши Он обладает огромным могуществом Его зовут Барадвадж Брихаспатья Потому что он сын Брихаспати Он сын Брихаспати А его учитель это автор Рамайяны, Валмики Муни Он такой влиятельный риши Что даже во время Рама Лилы, во время ссылки Господь Рама навещал его Однажды он случайно привлекся одной апсарой Которую звали Оцаны Гритачи Одной небесной девушкой И флот этой встречи И Дрон Ачарья был результатом этого приключения Вы можете представить, как мощным Брихаспати Брадваджа Риши Он сын Дрон Ачарья Это сын Брадваджа Риши То представьте, насколько могущий сын сам отец Здесь, в Ганганагаре Ливил Пандит Гангадас Пандит Ганганагаре жил Пандит Гангадас Пандит И Джаганат Мишра Когда его сын был 5 лет Брад Нимай Пандит И enrolled him в школу Гангадас Пандит И когда мальчику было 5 Папа привел его сюда в эту школу И записал его в эту школу Гангадас Пандит Гангадас Пандит Гангадас Пандит Гангадас Пандит И когда Нимай схватывал все уроки Гангадас Пандит Когда он слушал объяснения санскритской грамматики Разные стихотворения Все это он сразу запоминал И он запоминал все комментарии И придумал свои собственные комментарии И очень скоро он стал известным экспертом санскрит И с благами Гангадас Пандит Гангадас Пандит Гангадас Пандит Гангадас Пандит Гангадас Пандит И он открыл собственную санскритскую школу И когда Нимай вернулся из Гайя Он стал паву-красик немаем. Он был совершенно другим. Он был более милым, чем стебель от дерева. Он был уплотнен и поднимался к стебелью. Он клавился к Ваишнавам, касаясь к стопу. Он был убираться к стебелью. Он был убираться к стебелью. Он тайком служил всем Ваишнавам. Он крал из грязной одежды, стирал ее, разглаживал и возвращал на место. Он всегда выискивал возможность послужить Ваишнавам. И когда он вернулся из Гаи, он встречался со своим учителем. И Гангадас Пандит увидел, что что-то иное происходит с ним. Он сказал, Мой дорогой мальчик, сейчас твоя жизнь наконец-то стала успешной. Ты освободил предков по линии мамы и папы, став Ваишнавам. Сегодня я не хочу, чтобы ты преподавал. Даже если Господь Брама повелит тебе открыть учебники, не слушай его. Просто иди домой. Но сегодня иди домой. А завтра возвращайся и начинай возобновлять преподавание. На следующий день Нимай Пандит вернулся. Ученики стали задавать вопросы. Объясните нам горголы, пожалуйста, дату. Дату means the essence of something. Он сказал, дату means Krishna. Krishna is the essence of everything. They asked him, can you explain about Varnashram Dharma? He said, the meaning of Varnashram Dharma is Krishna. Whatever question they asked him, he just spoke about Krishna. He said, now open your books. Откройте учебники. So it was a tradition, when the children opened their books, they go, Hari! They're ready? Hari! So when he heard the name of Hari, he went into trance. And he started speaking in ecstasy about Krishna. And after some time he came back into his waking consciousness. He said, did you understand anything I will say? They said, no, Nimai, we couldn't understand anything at all. He said, I'm sorry, I cannot teach this curriculum anymore. You have to go and find another teacher. But his students were so attached to him, they said, Nimai, we don't want to go to another teacher. Whatever you want to teach us, we just want to learn that from you. So then Nimai Pandit said, all right, clap your hands. Hare Hare Nama Krishna yadavaya nama. Hare 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 Nama Krishna yadavaya nama. Продолжение следует... 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 Ты помнишь, когда мусульмане стали нападать людей, убивать всех в деревне, ты вместе с семьей бросился к ганге, но ты не мог найти ни одной лодки там, чтобы пересечь гангу. И ты так переживал, что эти негодяи могут напасть на твою жену и на твоих детей. Ты так интенсивно молился Кришну, и вдруг, неоткуда ты увидел, как лодка плывет к тебе с другого перега ганга. Ты кричал, лодочник, спаси нашу жизнь, я дам тебе золотую мангу, и подарю тебе новую одежду. Пожалуйста, привези мою семью на другой берег. Ты помнишь Гангадас? Гангадас сказал, да, я помню. Нимай-пандит сказал, да, это лодочник был я. И тогда Гангадас-пандит потерял сознание. Еще до своего прихода в этот мир, Махапрабха уже заботился о своих любимых преданах. Что такое Гангадас-пандит? В Рам-лила, он Вишишта-рши, the guru of Lord Ram. В Кришна-лила, он Сандипани-муни. И дополнительно к этому, он еще Дурваса-рши. Потому что Кришна учился в школе Сандипани-муни, но это был Радхи-рани, который получил бенедиктов от Дурваса. Потому что Бабху есть форма Радхи-рани и Кришна, то двое их ученики были там, Сандипани-муни и Дурваса-рши. Это Кришна учился в школе Сандипани-муни, а Радхи, она услужила Дурваса-муни и получила его наставление благословения. То есть для Радхи Дурваса-муни это ее гуру, и так как Махапрабха будет соединенная форма Радхи и Кришны, то оба учителя присутствуют в Гангадас-пандите. Когда же наступит тот день, когда мы поплатимся, получим духовные сварупы юных учеников Нимай-пандитов? И будем под его руководством воспевать святые имена. Гангадас-пандитаки! Дитай-гору-певаранды!